О том, что в Иране происходит нечто значительное, мир узнал о социальных сетях. Возмущённые женщины выходили на улицы и сжигали хиджабы в знак неповиновения теократическому режиму. Толчком к протестам стала смерть Макса Эмини. Молодая женщина умерла после задержания полиции нравов за неподобающее ношение хиджаба. Произошедшее вызвало социальный взрыв. Акции, начавшиеся 16 сентября, распространились по всей стране. Власти отреагировали на вызов ограничением доступа к интернету и социальным сетям. Тегеран обвинил США, Израиля и их агентов в разжигании протестов. Запад ужесточил санкции в отношении Исламской республики. Режим же продемонстрировал силу, собрав в Тегеране десятки тысяч людей на акции в защиту обязательного ношения хиджаба. Однако протестное движение приобретало всё больше размах. Лозунг «Женщина, жизнь, свобода» стал звучать во всех уголках страны. Режим стремился силой заставить людей замолчать. По данным правозащитных организаций, за время протестов были убиты около 600 человек. Порядка 20 тысяч арестованы. Некоторых протестующих казнили. В течение нескольких месяцев из Ирана поступали сообщения об отравлении газом школьницы-студенток. Многие высказывали предположение, что эти атаки – тактика запугивания с целью вынудить родителей не отправлять дочерей в школы. В феврале иранские власти объявили об амнистии заключённых, готовых покаяться. Протесты стали стихать после того, как власти начали казнить демонстрантов. Режим инициировал ужесточение наказаний за нарушение закона об обязательном ношении хиджаба. Несмотря на это, многие женщины продолжают сопротивление. В преддверии годовщины смерти Макса и Мини правительство удвоило присутствие полиции на улицах, чтобы предотвратить возобновление протестов.